Привет, мальчики, девочки, дамы и господа, наша парфюмерная дружина. Спонсор сегодняшнего ролика магазин RANDEVU и в честь этого события публикую свой именной промокод в описании. Сначала проходим по ссылочке, которая там находится в описании, затем куда угодно выбираем товаров на сумму двух с половиной тысяч рублей и применяем мой промокод на целых 10 процентов, который суммируется со всеми акциями и скидками, которые уже проходят в магазине RANDEVU. Бренд исключения Mark Antion Bahuan. Итак, сегодня продолжаем рубрику горстка ниши. На этот раз все четыре аромата, а именно четыре будет от замечательной подписчицы Женечки из Москвы. Женя Пруэт, если ты смотришь. И нужно, я понял, знаете что, нужно спешить с этими со всеми отливантами, потому что они тупо испаряются. Особенно от магазина ALURE PARFUM, ALURE PARFUM, ALURE PARFUM. Много я жалоб читал, сам я там не покупал, но могу засвидетельствовать, что мне прислали, прислали, а там где, ну где половинка где-то была несколько месяцев назад, а теперь здесь пусто. И сначала я такой думаю, ну вот один аромат минус, не будет обзора, а потом я его открыл и думаю, почему же не будет. Очень даже будет, потому что, короче, случайно за трубочку руками взял. И аромат прекрасно. База аромата, абсолютно ничего не испорчено. Да, я жаден до, до, до количества, ну как это сказать, ароматов, на которые я выпускаю обзоры, впечатления, первое мнение и так далее. Чем их больше, я считаю, на канале, тем лучше, потому что, ну, вдруг вам интересно узнать что-то о том или ином аромате, а нигде ничего нет. Ну, вы хотя бы найдете вот что-то такое, хотя бы вот, ну здесь, если что, на минуточку, концентрат получается. Спирт выпарился, здесь концентрат аромата. Поэтому для меня лично все понятно про парфюм, для меня пахнет более чем ярко, пальцы пахнут еще, наверное, до конца дня будут пахнуть, поэтому я вам посмею рассказать. Ну, аромат тем более интересный. И самое-самое забавное, что я его сначала случайно вазанул на пальцы, потом ходил к ролику, готовился, где-то полчаса прошло, и он пахнет по-другому. Ну, казалось бы, какие тут могут быть стартовые ноты, если нет жидкости? Остались только, ну, вот эти вот масла. Соответственно, что может измениться в аромате? А он изменился. И сейчас я вам поведаю. Короче, это у нас I am trash называется, то есть я помойка вроде как, да, в переводе с английского, из серии, насколько я подозреваю, я не изучал всю подноготную данного парфюма, из серии Le Fleurs du Dachet, если я правильно читаю, бренда, собственно, Etale Bré, Etale Libre d'Orange. Господи, они сейчас будут мне тут булькать. Короче говоря, сначала у меня запах цитрусами, цветочками и мускусом. Думаю, ну, какая-то такая прям девочковая, девочковая тема. Поначалу. Теперь, как я уже сказал, он изменился. И пахнет, знаете, пахнет химозненько, но приятно химозненько. Знаете, вот бывает такая химоза, что не надо мне никакой натуральности. Оставьте мне химозу, я буду вдыхать ее с удовольствием. А, кстати, код Гакарин, вон он пришел. Ну, может, попозже его покажу. Короче, а именно, химозность очень ярко выражена. И прям вот как будто один в один я чувствую освежитель воздуха яблочный. Причем из советских времен, вот из тех еще. Ну, почему вот советские в плане освежителя? Потому что уже вот, ну, в новом веке, вот в этом, в 21-м, освежители... Я не жалую, я ими не пользуюсь. Освежители там где-то в детстве остались. Яблоко, да? Затрудняюсь сказать, зеленое или нет. Возможно, какая-то вот... Как вот эти яблочки называются, которые у нас на средних широтах растут. Такие, знаете, вот на дачах. Такие из розова, с розова красные и в крапинку, в крапинку. Забыл сорт. Ну, короче, вот ими пахнет. Ну, или пусть зеленое будет, да. Мускусность осталась, а девочковость его, ну, не такая ярко выраженная, но все-таки более дамский. Слегка дешевит, ребят, дешевит. Ну, то есть он не пахнет как-то изысканно. Он не пахнет абсолютно ново. Совершенно никаких откровений. Но он может быть выбран вами для ношения на повседнев. Потому что он свежий, он бодрый, он жизнерадостный, даже я бы сказал. И почему? Ну, господи, у меня мысли вперед слов бегут, поэтому я запинаюсь. Я хотел сказать, что это я, может быть, уже такой избалованный, ароматами. Видите, не успеваю их все, их все нужно успевать обозреть. Потому что, согласитесь, пусть даже это будет первое впечатление, пусть это будет относительно поверхностное мнение. Но я же не человек не с улицы пришел, я же уже немножечко что-то тестил. И мое мнение все-таки, я надеюсь, оно, ну, какое-то значение-то иметь должно. Вот. И пусть, пусть они будут. И они, видите, выдыхаются. Короче, я опять запутался в мыслях. Я о чем хотел сказать? Что, может быть, я уже вот такой весь зажратый. И поэтому так про него выражаюсь. А может быть, у вас это любимый аромат? Ну-ка напишите, кто пробовал. Мне кажется, вот больше девчонки его должны как-то любить. И давайте, давайте-ка пишу в комментариях, давайте, я еще тут, на всякий случай, оставил странички фраги. Что про него пишут? Ну, тут немного фрагрантика. Восточный, цветочный. Видите, я все правильно угадал. Да, да, кстати, про цветы я забыл вам сказать. Я забыл вам сказать, потому что вот именно в старте, так сказать, когда я открыл эту пустую бутылочку, в старте были цитрусы, были именно цветочки, была мускусность. Еще потом я хотел вам сказать, когда в гугле уже нашел данный парфюм, что Le Fleurs, вот это вот я увидел, то есть цветы, да, что какая-то цветочная серия. Еще такой думаю, вот, правильно, вот мне цветочки почутились. Короче, выпущен в 2018 году и парфюмер, между прочим, между прочим, не пальцем деланная, Даниэла Роше, Антхиер, которая. Вот так вот, ребятушки, давайте дальше. Давайте дальше. Значит, насколько я понимаю, сейчас я вам точно скажу, я просто не всегда понятно, не всегда понятно, где название аромата для незнакомых брендов, а где название бренда. Короче, название аромата Bohemian Absinthe, то есть богемский Absinthe. А название бренда Le Sœurs de Noé. Правильно я произношу или нет, если что, поправьте. Кто слышал про этот бренд, я, по-моему, вообще впервые слышу. Le Sœurs de Noé. Ну и коль уж я страничку открыл, значит, для мужчин и женщин, в какой группе принадлежите, не сказано. Ладно, не буду читать про него, пусть достаточно будет того, что абсент. Что абсент. Ой, ладно, у меня это пустая, получается, рука. Вот и брызну абсент сюда. Главное не запутаться. Ты тоже, понимаете, мало так осталось. И вот видите, отливант опять, отливант. Ну, короче, уже высохло. Мокрый опять, то есть пшикаешь, нажимаешь сверху, а мокнет весь палец к тому, что... Ну, вот они, вот, вот они, недостатки отливантов, когда всё... Всё, всё, всё. Ой, такие цитрусы, цитрусы, цветочки, опять же, весна во флаконе. Может, потому что у меня в душе, ну, вот, слышите, птички поют, и уже, вот, практически почки распускаются. Вообще, весна, она влияет же на людей. И вот мне, да-да-да, особенно старт. И, да, вот эти вот веточки сухие, сухие, весенние, тоненькие древесные веточки. То есть, никакие ни срубы, ни спилы, ни лесопилки. А вот почему-то вот такая ассоциация. Очень такой весенний, но не абсент. А вот пахнет, я бы сказал, даже не зелено. Тоже какая-то вот лёгкая фруктовость опять, какое-то яблочко, не яблочко, непонятно. Может, асмантус, кстати говоря. Асмантус тоже с такими фруктовыми, как мне кажется, аспектами. С кислиночкой такой вот. Вот весенние веточки, цветочки и воздух такой. Много воздуха в аромате свежий, хотя он терпкий такой, терпкий. И он, мне кажется, стойкий шлейфовый, потому что вот я пшикнул. Ну, может быть, ещё, знаете, от чего такое ощущение? От того, что из отливанта по мере испарения спирта аромат становится автоматически всё более концентрированным. И вот, может, он уже, уже там, выпарилось из него достаточное количество, и он такой вот концентратный. Ну, знаете, мне он тоже пахнет абсолютно, как это сказать, слово-то подобрать, чтобы никого не обидеть. Избито, похоже на какие-то люксы, не самые дорогие, не хватающие звёзд с неба. Пахнет приятно, поймите правильно. Пахнет приятно, как... Так же, как приятно пахнет Антонио Бандерас тот же самый. То есть, все мы знаем, что Антонио Бандерасы, они суперкомплементарные. Или Лакост, даже не Бандерас, а Лакост. У Бандераса есть всё-таки какой-то такой вот претензии на какие-то... На какой-то лоск, что ли, здесь. Именно вот природный аромат, как я сказал. Приятный, как я сказал. Как релаксант подойдёт. Как что-то вот в тусовку, в компанию, в общество. Чтобы никого не напрягать. Опять же, жизнерадостный, да, соответственно. Эта вот кислиночка такая воздушная, да. Но абсолютно как среднего пошиба люкс, даже никакие ни Шанели, ни Диоры, даже близко нет. Ни Эрмес или что-то подобное. А вот именно уровень какой-то Лакосте, может быть, Босс, да и то. Даже, знаете, вот низший сегмент люкса для меня пахнет он так. И Айм Трэш, в принципе, плюс-минус такой. А, про Айм Трэш я забыл вам сказать. Я забыл вам сказать. Вот в голове-то есть я забыл вам сказать, что он стирально-порошковость стал выдавать. Айм Трэш. Интересную такую, именно химозную. Почему я про химозность заговорил? Заговорил, но не договорил. Видите, почему мне... Да, да, вот освежитель воздуха яблока и такая стирально-порошковость, что-то мыльно... Наверное, даже не стирально-порошковость, шампунь-евость. Что-то смесь шампуня со освежителем воздуха. Вот так. Вот почему мне сложно делать тайм-коды. Потому что я возвращаюсь к ранее нанесенным парфюмам. Поэтому, если у меня идет речь в ролике про четыре аромата, то лучше смотрите все. Ну уж... Уж потерпите меня. Короче, вот оба. Они звезд с неба не хватают. Хотя это ведь нишенька какая-то. Скажите, пожалуйста, какие цацы? Bohemian, Absinthe. Вот это вот. Такое название. Короче, сейчас я вам зачитаю. В 2019 он выпущен. Сейчас я прочитаю теперь ноты. Между прочим, парфюмеры тоже не пальчиком деланы. Слушайте. Жером Эпинет. Первый. И второй. Пьер Вульф. Ну, Жерома Эпинета хватает, знаете ли. Тот еще шедеврист. Я без преувеличения. Но сейчас, кстати, слегка-слегка, так на заднем плане, замаячила. Как мне кажется, тупая деревяшка. Плетена хорошо. Она бы меня именно в роли тупой деревяшки. Вы знаете мое отношение к тупым деревяшкам. Для меня это триггер. Как для ВК красная тряпка. Но в этом варианте она бы меня не бесила. Я просто лишь отметил, что я ее... Я просто лишь отметил, что я ее отметил. Что я ее заметил. Вот. А, значит, ноты теперь читаю. Кумкват. Вот, вот, вот. Что-то вот кисленькое такое. Слюноотделительное. Понятно, да? И эвкалипт, кстати говоря. Ну, вот именно вот эту свежесть он придал. Средняя нота. Яблоневый цвет. Вот. Вот. Базовая нота. Сандал, кожа, ветивер и дым. Ребят, ну, вот близко даже ничего. Ничего такого нет. Пока что. Гагусенька, мой зайка, не трись. Не трись об... Будь добр. Видите, что? Может, вы не увидели, потому что стабилизация хорошая у камеры. Я тебя сейчас поймаю, поймаю. Да, что ты скряхтишь? Скажи про это, ребята. Давно уже в кадре не было. Гагусень. Да, скажи, папа, не беси меня своей камерой. Да, Гагарин? Ну, вот. Ну, он мне помогает же. Он же со мной вместе тут все нюхает. Слушает, нюхает, как вам больше нравится. Не трись, пожалуйста. В общем, вам из-за стабилизации не видно, как шатнулся штатив, наверное. А мне это очень даже... Короче, сандал, кожа, ветивер, дым. Какая-то хрень. Какой-то очень... Я имею в виду, что очень, наверное, фантазийные эти аккорды. Либо очень долго аромат раскрывается, и это все в базе придет. Вот опять же, чем хорошо, что я сейчас нанесу следующий аромат, а этот пусть раскрывается. И я вам попозже скажу. Раскрылся он. Да, и Гагусенька тут тоже мне поддакивает. Значит, следующий бренд тоже нишенька-нишевая. Мария Кандида Жентиль. Это если по-французски. Я не знаю даже, это Италия или это Франция. Гагарин, прекрасно ты встал вообще между планшетом и мной. Вот чтобы вообще уж я наверняка ничего не увидел. Блин, животное. И здесь у нас сплэшик, ребят. Сплэшик, причем, тоже уже заканчивается. Так что наносим, не жалеем. А что жалеть, если оно все равно испарится? Прям очень щедро я нанес. Поэтому сложно, конечно, будет утверждать о шлейфе стойкости. Ой, ну этот какой-то прям интересный. Сразу какие-то специи. Черные такие специи. Что-то типа Эбони. Каких-то, может, какой-то темной такой гвоздики. Имеется в виду каких-то бутонов гвоздичных. Может, тоже кожа какая-то, корица, аж даже ух. Тоже пахнет какой-то густо замешанной химозиной. Ты же не поймешь, что ух. Ну, необычно. Очень необычно. И сразу густо прям, знаете, такой вот котел с ведьминым зельем. Я бы сказал вам. Давайте почитаем, что здесь. А, верхние ноты алибанум. Понятно. Алибанум, ну... Да, гусенька. Ты согласен? Ну, считайте ладом, да? Поэтому черноту я эту почувствовал. Апельсин, горький апельсин. Да, горчинка и лайм. Средние ноты. Фиалка и лист фиалки. Базовый, древесный, кедр и ветир. Ну, в общем-то, в пирамиде совершенно ничего необычного. Просто стандартные ноты, которым... Ты уверен, Гагарин? А, гусень? Ты решил теперь мне, со мной хором, да, записывать ролик? А, Гагарин? Да. Да. Ну, тоже, знаете, ну, вот, блин. Третий аромат подряд и тоже чувствуется как, ну, месиво какое-то. Про этот я бы не сказал, что что-то тривиальное, что это что-то, извините за тавтологию, что это что-то, что мы слышали уже много раз. Вот в отличие от первых двух ароматов, которые вот прям, ну, они оскомину напили в разных вариациях. Такие вот незатейливые фужерчики, там, шипрофужерчики, не знаю. Здесь нет, здесь, кстати говоря, я его налил нормально на руку, но сейчас такое ощущение. Либо к нему быстро понюхиваешься и нос забивается. Рецепторы забились ароматами, молекулами и больше не принимают молекулы. То ли тоже какая-то стирально-порошковость, но она черная, она темная, она густая. Это именно, да, на черной-черной поляне, в черном-черном лесу, с обгорелыми деревьями вокруг, ведьмино зелье. Но не скажу, что прям, что я от него в восторге. Хотя что-то в нем есть, вот сейчас он начинает раскрываться и что-то, что-то такое интересное поигрывает. Парфюмер, собственно, я прочитал, да, что древесные фужерные группы выпущены в 2009 году, и парфюмер вот эта самая Мария Кандида Жентий. Мария Кандида Жентий, наверное, француженка. А может, итальянка, а может, испанка. Ну-ка, сейчас я узнаю. А вот сейчас я и узнаю сразу. Хотя не факт. Нет, вот так щелкаешь по ней, и тут количество ароматов в базе только. В базе данных указано, что 23 штуки. Ну, короче, интересненький, но я бы не побежал за ним. Темная древесность и под ней стиральный порошок. Очень интересное сочетание. Но какого-то другого, другого порядка стиральный порошок, нежели в I'm Trash. Вот в этом, вы поняли, да? Который L-D. Или нос забился, или лыжи не едут. Я не знаю. И, наконец, наконец, ребята, четвертый у нас аромат. Ага, у нас, она же в дружине обсуждается. Кстати, подписываемся в наши телеграм-сообщества. Они не в описании, они в первом закрепленном комментарии. Это и наш чат Пашка Пашко. Это и замечательная барахолка, где вы можете выгодно купить и продать ароматы. Это и группа скидки, где мы скидочки интересные публикуем на парфюмке. И группа антифейк, где можно выяснить, является ли подделкой ваш флакон или он оригинал. И мошенников мы тоже на чистую воду там вводим. Короче, с вот этим... Я не могу показать, потому что у меня планшет в обложке. Обложку нельзя показывать на ютубе. Короче, с вот этим солнцем, поняли, да? С золотым солнцем на крышке. Обсуждали у нас его? И давайте, давайте, давайте. Значит, Анжела Чампания, наверное, вот она испанка. Нет, итальянка, наверное. Анжела Чампания и аромат называется канат. Вот ни много, ни мало канат. Вы в школе, когда учились, вы по канатам лазали? Там на время мы лазали. У нас типа как даже, ну, как это сказать? Норматив такой был вот. По канату в спортзале залезть до самого верха. Ой, это что-то пряное. Это какое-то аморетто. Аморетто. Такое вкусное, сладострастное. Ой, ой, с каким-то... Опять стиральный порошок. У меня сегодня день стирального порошка, ну, серьезно. Ну, потому что я подумываю, что нужно пару стирок зарядить. Мне интересный такой вот рецептор ищекочет такой, ух, фантазию пробуждает, заставляет принюхаться, заставляет прочистить каким-то образом, волевым решением рецепторы. Интересный, интересный. Тоже какая-то цветочность, мускусность, очень какие-то интересные нотки, которые, ну, не типичные, необычные. И хочется разнюхать и понять, что же это такое у нас. Унисекс, скажу, унисекс. Хотя есть какие-то... У них есть и вкусняшные моменты какие-то, даже где-то гурманские. Есть какие-то празднично-люроксово-корпоративно-женские, но в общем и целом это унисекс. Потому что я бы его и носил. Наверное, самый интересный из всех это вот этот канат. Может быть, я вам все-таки покажу. Нет, блин, это сложно. Лучше не буду, на всякий случай. Да, вот такая жизнь у нас нынче. Значит, для мужчин и женщин принадлежит группе цветочные, древесно-мускусные. Выпущен в 2015 году. Парфюмер, она же и есть, Анжела Чампания. Верхние ноты. Шафран, бергамот, абрикос. Вот мне вот опять фруктовость, да? Это какая-то сочная. Да, наверное, это и есть абрикос. А персик еще до кучи. Черная смородина. Ну, возможно. Средние ноты. Соль, магнолия. Вот может быть, соль такой интересный. Именно вот я сказал, такой химично-интересный такой нюанс придала. Магнолия, цикламен, мимоза, лилия и ланг-ланг. То есть куча цветов. Базовые ноты. Мускус, ваниль и пачули. Ну, есть чему гурманистость придавать. Те же персик с абрикосом и со смородиной. Магнолия, в принципе, достаточно вкусненько пахнет. Ну, короче, такой тоже позитивный и с таким вот интересным таким химозненько... Ну, давайте его, ладно, пусть не стиральный порошок, но соль поваренная с таким вот оттенком. Девчонки, присмотритесь. Присмотритесь. Короче, вот этот, который второй аромат был у нас. Как он у нас называется? Экзультат вроде как. Уже запутался. А, нет, богемский абсент вот этот, где якобы и кожа, и все такое. Тривиальщина вообще полнейшая. То есть я бы вообще, если бы источник этого атома был бы неизвестным, я бы предпочел думать, что сюда залили что-то не то совершенно. Самый стремный, короче, это он. Получается, богемский абсент. Несмотря на название, да, такое. И бутылочка, кстати, там красивая на картинке. Самый хороший получается. Это, наверное, самый интересный. Это канат Анжела Чампания. Дальше. I am trash. Нарочито химозный. Нарочито яблочный освежитель воздуха плюс шампунька. Да, вот, вот что я про него скажу. А тот, вот этот, алибанум, мы, алибан, алибановые, алиба, ну, короче, алибаба, вы поняли, который ведьмина зелья. Нет, не нравится. Какой-то солодкой такой вот сладкой запах. Чем-то таким не нравится. Короче, фаворит, да, это вот канат. Не зря там крышечка такая в виде золотого колечка. Такие дела, ребята. Надеюсь, данный обзор был вам полезен. Оцените как-нибудь его. Не забываем подписываться в телеграм-сообщество в нашей, которое в первом закрепленном комментарии. Вам еще раз привет от Гагуси. И до новых скорых встреч. Да, Гагуся? Пока. Супер хай! Субтитры сделал DimaTorzok